Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы начинаем с вами рассмотрение Евангелия Атеана, 4-го Евангелия, последнего в списке евангелистов и, наверное, одной из последних книг Нового Завета. И поскольку это так, и по свидетельствам, в том числе и рукописным, эта книга была написана на пороге первого и второго столетий, конечно, оно вобрало в себя не только лишь воспоминания евангелиста, довольно яркие, интересные, но и весь опыт восприятия личности Христа к концу апостольского века. Евангелия Атеана, несмотря на то, что оно повествует о начале, собственно говоря, этого века, о евангельской истории, тем не менее оно концентрирует в себе все то, что накопилось за десятилетия после земной жизни и смерти Спасителя, все как осмыслила Церковь, происшедшая значение жизни, смерти и воскресения Христа. Именно поэтому эта Евангелие называется богословским, автор его богословом, потому что действительно это высокое богословие, которое перемежается с историческими сведениями. И как следствие, наверное, где-то неизбежное, это Евангелие довольно сложно для восприятия, для понимания. Многие евангельские тексты довольно трудны, и поэтому на воскресные евангельские чтения, которые будут звучать в время после Пасхи, выбраны самые легкие отрывки, самые простые беседы с самарянкой, исцеления расслабленного, слепого. Но самое главное, конечно, это то, что именно Евангелие от Иоанна, оно начинает круг евангельских чтений после Пасхи, и в пасхальную ночь мы слышим величественные слова, вначале было слово, и слово было у Бога. И как бы не лично они звучали, как бы не напоминали нам отчасти даже символы веры, тем не менее в этом Евангелии, в этом отрывке, первая глава, 1-17 стих, а именно с него, разумеется, мы начнем наш анализ, не говорится о воскресении, оно там не упомянуто, хотя на самом-то деле о явлениях воскресшего креста в Евангелии от Иоанна говорится больше всего. Все евангелисты говорят об одном явлении, в то время как евангелист Иоанн говорит о трех явлениях, два из них не имеют параллели у предшествующих евангелистов. Тем не менее, для пасхальной ночи был взят именно этот отрывок, заглавие Евангелия. Это связано с тем, что в древней церкви на Пасху совершилось крещение оглашенных, то есть тех, кто готовенство к вступлению в церковь. И этот текст, своего рода кредо христианской веры, он считался в первую очередь для них, для тех, кто вошел в церковь для того, чтобы дальше связать с ней свою жизнь. И так получилось, что это Евангелие, оно и сохранилось в византийской традиции, и его мы слышим с вами на пасхальном богослужении. Но прежде чем говорить о Евангелии, нужно несколько слов сказать о том, кем являлся его автор, и что мы о нем знаем. Таких сведений на самом-то деле немного, и имя автора не указано в заглавии. Мы знаем только то, что он являлся свидетелем основных событий, и, собственно говоря, как свидетель, и выступает в своем Евангелии. То есть, конечно, это был человек из ближайшего круга, из окружения Иисуса Христа, и им не мог быть не Петр, поскольку есть эпизоды, где автор абстрагируется от Петра, не мог быть Иаков Завидеев, поскольку он довольно рано принял мученическую смерть, и, действительно, даже те сведения, которые мы имеем, они указывают на то, что автор является Иоанном Богословом, хотя, конечно, в современной литературе можно встретить и другие точки зрения. Конечно, он был иудеем, он хорошо знает Палестину, он знает цикл иудейских праздников, он знает некие реалии. Того времени достаточно упомянуть известные целения Расслабленного, где говорится о пять притворах купальни Вефезда, и долгое время это указание считалось некой аллегорией на пять книг Моисея. Но археологические находки позволили раскопать эту купальню, и, действительно, оказалось, что она была перекрыта, бассейн был перекрыт еще одним дополнительным ходом, и оттуда появилось знание пяти притворов, то есть, действительно, это Евангелие писалось в риме к Иисусу Христа, который знал многие реалии, уже исчезнувшие после того, как в 70-м году Иерусалим был разрушен римлянами. Прежде чем переходить дальше к евангельскому тексту, мне хотелось бы еще отметить на необычную композицию, на необычное продолжение в этой связи, потому что, на самом-то деле, для Четвертого Евангелия очень важно, как оно устроено. Устроено это Евангелие очень интересно, и, разбирая, наверное, практически каждую главу, я обязательно буду вносить здесь какое-то дополнение. Итак, Евангелие от Иоанна, как мы сейчас с вами убедимся, это очень связанный текст, и один, может быть, самый яркий из примеров, который можно привести, это тема света, которая ставится в прологе. Я сейчас зачитаю несколько цитат, конечно, они могут звучать несколько голословно, и, собственно говоря, с тем, кто не так хорошо знаком с текстом Евангелия от Иоанна, они во многом повиснут в возгласе, но, тем не менее, я вынужден это сделать для того, чтобы мы с вами обнаружили одну уникальную, скажем, удивительную закономерность. Итак, 1.9. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир». Дальше выбираем те цитаты, которые говорят о свете в последующем тексте. 3.20. «Ибо каждый человек, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не были изобличены дела его, а творящий истину идет к свету, чтобы были явлены дела его, что они в Боге соделаны». 8.12. «Я свет миру. Тот, кто следует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 9.4. «Нам надо делать ила пославшего меня, доколе из день приходит ночь, когда никто не может делать. Пока я в мире, я свет миру». 11.9. «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем». 12.35. «Еще мало время свет между вами. Ходите, пока имеете свет, чтобы тьма вас не объяла, а ходящий во тьме не знает, куда идет, пока имеете свет, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света. Я в мир пришел, как свет, чтобы ни один верующий в меня не прибыл во тьме». Так вот, при внимательном чтении этих высказываний становится очевидно, что каждый из них является прямым продолжением предыдущего. В стихе 1.9 говорится, что свет просвещает каждого человека, приходящего в мир. Что это означает? 3.20. «Он делает явным, добро или зло творит человек. Потому тот, кто делает добро, не боится света и выходит к свету, чтобы следовать за ним». 8.12. И уже никогда не вернется к тьме, но останется в свете жизни. А пока светло, есть возможность действовать. 9.4. При свете дня, 11.9, человек видит путь и не боится опасности дороги. Но свет ненадолго в мире, 12.35, те, кто поверит в свет, станут детьми света. В этом и значение прихода света в мир избавить верующих в него от власти тьмы и смерти. Таким образом, 12.46, тема света, она образует цепочку последовательных утверждений, каждая из которых является звеном связанного текста. То есть эти указания на свете, они находятся в соответствующих местах, в соответствующих главах, но если мы их соединим вместе, то окажется, что это связанный текст, который имеет такую вот сквозную структуру. Так что из одной цитаты следует другая, а предыдущая поясняет то, что было это. Вот один из первых примеров, который показывает нам с вами действительно уникальное значение, уникальную связность и глубинное содержание этой Евангелия, которое мы с вами начинаем разбирать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!